итак the brush 2020 танк шерман давайте немножко еще тут кое-что поделаем и покрасим его так что нужно сделать для анимации нужно будет куда-то сажать персонажа значит нужно сделать пустоту здесь вот в башне делаем такую штукенцию n находим люк так вот он люк не люк так так вот люк и нужно теперь поставить прозрачность и вот эту поглубже выборку сделать так сначала сделаем дубликат потому что потом можно с него будет люк еще сделать делаем дубликат опа нет не длит дубликат дубликат теперь отключаем переключаемся на верхний вот этот sub tool включаем гизму и вытягиваем углубляем где-то вот таким вот образом ну а теперь смотрим что тут сеткой нормально ставим на вычитание переключаемся на башню и делаем merge down ok и снимаем control левая кнопка мыши именно маску если маска не снимается значит делаем такую штуку делаем просто дай нам все вычитание прошло прозрачность выключаем это выключаем смотрим что да так и тут у нас вот такая штукенция еще у башни нужно сделать вычитание здесь пригодится опять же нам вот этот sub tool и находим n вот эту кромку башни вот она и поднимаем ее вверх до нужного нам sub tool а так вот sub tool он должен быть внизу так теперь делаем ему дубликат опять же отключаем переключаемся на верхний sub tool ну делаем теперь с так вот ставим прозрачность опять же увеличиваем углубляем смотрим что с ним тоже нужно сделать дай на мышц так канцел нужно еще вот этому сделать дай на мышц начало читание не пройдет так вот а теперь делаем мерчдаун окей и снимаем маску вот и все нормально так вот есть место куда можно поместить будет бойца так достаточно глубокая ну и сделаем теперь вот этого цилиндра именно люк люк у него двойной как у тигра так что понадобится теперь его немножко с вот так делаем ему дай на мышц делаем ему дубликат ну а теперь немножко резки так trim rect пополам аккуратненько надо все это дело порезать прозрачность ставим и вот пометки режем и эту сторону две половины есть ну а теперь перекручиваем пусть она будет открытая и можно конечно тоже сделать анимированной чтобы она типа открывалась он оттуда вылазил так теперь нужно сделать немножко потоньше толстая тоже не нужна вот так и и как-то вот в это в эту сторону перевести так где-то вот так вот ну а вот эту часть перекручиваем и открываем в эту сторону тоже делаем ее потоньше но сильно тонкую не надо чтобы она потом не исказилась так вот ну вот что-то в таком духе немножко пусть вот так вот ну уже прикольно вот так же можно сетку тут доделать еще какие-то детали сварку сделать наплывами кисточкой сейчас я вам покажу как сварку приблизительно делать включим ну допустим вот эту часть нижний корпус это получается и где-то вот он куб выбираем кисточку можно стандарт так поближе еще поставлю и так левая кнопка мыши и можно даже выровнять так кисточку смотрим регулируем дров сайс большой не нужен смотрим сетку сетку нужно уплотнить конечно прибавим смотрим как будет рисовать плохого ста вот а потом понизим можно использовать зум ставим ставим теперь дров сайс чуть-чуть поменьше интенсивность чуть побольше и вот так вот как бы наплывами вот так вот и делать можно также кисточку сделать уже готовую но это будет полигонаж именно плясать ну а где-то через alt уменьшаем вот так и как бы волнами вот так вот таким вот образом издалека вот она будет смотреться как будто сварка так понизим полигонаж вот так вот пойдет так ну а теперь давайте красить подгружаем теперь текстуру так первая текстура это станка шерман именно оттенок решил все-таки зеленым я его делать хотел коричневым но зеленый будет смотреться классно так вот такой сразу взять со знаком все как положено трансформ так текстуры погружаем текстурку права на все терто прикольно так теперь делаем уменьшаем shift z убираем пока ставим вот в такой вот боковой вид и вот здесь вот будет звезда ставим n выбираем вот эти вот боковые квадраты вот они рисуем именно с левой стороны shift z теперь z включаем глаз вот так подгоняем и уменьшаем прибавляем четкости z убираем глаз и ставим на раскрашивание зад отключаем graph size graph size побольше так смотрим сейчас что получится shift z вроде нормально сейчас вот еще белый цвет поставим ну вроде пойдет нормально теперь нам нужен зеленый цвет это c и вот так вот сначала можно давайте все закрасим вот эти карманы а теперь shift z можно вот эту нанести так graph size поменьше делаем c и вот так чуть-чуть притяним вот так вот так смотрим что с той стороны с этой стороны ничего значит нужно сделать modifid apology mirror and valve или ставить x симметрию так теперь вот эту часть тоже потемнее сделаем выбираем выбираем теперь n в принципе можно все подряд выбирать вот так x симметрия и красить уже полностью весь танк alt левая кнопка мыши отодвигаем левая кнопка мыши крутим вертим и все закрашиваем и левая кнопка мыши левая кнопка мыши левая кнопка мыши сильв אנחנו ушли поймем själv наривай ну наш organ Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Это текстура, и новую подгрузить надо. Так, где она тут находится? Включаем текстурку. Вот эту верхнюю можно переключиться на неё, уменьшить. И убрать как-то вбок, чтобы не мешалось. А на эту теперь переключимся. Выбираем C. Так, Z. Н. Выбираем креки. Теперь Z. И на креках порисуем. Ну, а теперь C. И закрашиваем полностью трек. Так, чтобы не мешало ничего, вот так вот сделаем. Ну, и можно геометрии мира and well. Так, теперь нужно добавить немножко чёрного. Так, чёрное вот так вот добавляем. Так, это Ctrl-Z многовато. Ещё поменьше ставим. И вот так вот где-то чего-то притеняем. Ну, и люки вот эти, наверное, всё под зелёный сделать. А то крюки можно оставить, конечно, вот это. А люки нужно зелёный M. Так, чуть-чуть притяним, наверное. Вот так вот. Теперь находим люки. Ну, вот такой получился Шерман. Тут теперь вопрос в чём. Так, по рендеру посмотрим, как он выглядит. Теперь нужно объединить именно башню, объединить корпус. Я не знаю, делать анимацию вот этих катков или не надо. Ну, сейчас всё определимся и будет нормально. Так, звезду на башне нарисовать или перебор будет. Ну, пойдёт на я. Так, ладно. Так, ладно. Так, ладно. Но, конечно. Так. Так, ладно. Так, ладно. давайте теперь сделаем объединение вот этот файл не забывайте все он вам нужен будет то сохраняйте save as и в ту папку где он у вас находится вот у меня будет шерман 2 так это у нас сохранить а теперь объединяем значит ствол башню все детали потом объединяем всю нижнюю часть и оставляем первый будет башня она должна крутиться а это будет уже цельная а сюда посадим уже персонажа и будет анимация так дров сайс уменьшаем жмем н и находим сначала нужно определиться где что находится так это крылья нам нужна башня так объединяем вот эту часть с этой делаем merge down окей и ищем теперь ствол так это у нас люки но люки я не буду анимировать пойдут и так тоже нужно их будет объединить делаю марк даун окей и вот он люк тоже марк даун окей так теперь нужно найти вот эту штукенцию и ствол ну тут опять же можно делать чтобы и ствол поднимался не суть вопроса пусть так хотя бы покрутиться а потом уже в процессе буду думать и что с ним сделать так что тут не так это не та часть и вот опускаем теперь до конца именно вот эту башню чтобы не не запутаться n находим теперь ствол и опускаем его тоже до конца теперь находим вот эту вот вот эту штуку и тоже до самого низа находим башню и делаем марк даун окей так башня в сборе вот разные поле группы у нее так ну а теперь объединяем полностью вот этот танк мэрк мэрк окей Продолжение следует... Так вот, теперь у нас есть башня, есть сам танк, вот такая прикольная штукинция. Ну а теперь закидываем, так надо их понизить полигонаж, посмотрим насколько хотя бы корпус до 500 тысяч или 400 тысяч полигонов и закидывать надо его будет именно в блендер и сделать как вот солдатам децимейта, потом вернуть сюда и проектировать. Так, давайте все это сделаем. Так, смотрим в геометрии, делаем дайномеш. Главное, чтобы все это не испортилось. Вот, во, 546 тысяч, вроде четко выглядит. А ну-ка смотрим. Вот одна полигруппа стала, все нормально. Ну, теперь делаем экспорт и идем в блендер. Так, пишем шерман форпус. И на рабочий стол, чтобы не путаться, сохранить. Потому что этот файл будет потом удаляться. Он нам, в принципе, не нужен будет. Так, ну и башню тоже сразу сохраним, чтобы заразь все это дело сделать. Так, что тут с башней? Делаем ей опять же дайномеш. Ну, вроде качество 40 тысяч полигонов. Ни ствол не испортился. Все нормально. Так, еще подкрасить надо. Это С. Вот так вот, чтобы не забыть. Ну и сохраняем башню. Теперь экспорт. Башня. Шерман. Так, все. Вот такая вот работа выполнена. Вот такой вот танк. Теперь идем в блендер и делаем, понижаем полигонаж. Короче, меняем сетку, возвращаемся сюда. Погнали. Итак, блендер 2.81 и закидываем сюда теперь наши саптулы вот эти. Импорт, опш, рабочий стол. И будем понижать, переделывать сетку. Так, давайте сначала Шермана закинем. Именно корпус. Вот так он тут выглядит прикольно. Четко. Так, и заходим, выбираем его. Находим модификатор Децимейт. Также ремешером можно делать. Но у него чуть-чуть плоховато получается. Жмем Децимейт. И здесь попробуем по самой низкой поставить. Это 0, 0, 500. Enter. Ну, треки вроде нормально выглядят. Смотрим сетку. Ну, нормальная сетка. Вот 0, 0, 500 и пойдет. Так. Все, теперь применяем АПЛИ. И сохраняем все это дело. Импорт, опш. На рабочий стол. Назовем это все дело Децимейт 1. Д1. Сохраняем. Так. Пардон. Экспорт. Экспортируем. Жмем Д1. И экспорт. Теперь это все дело Делит удаляем. И подгружаем башню. Импорт. Опш. Так. Башня Шерман. Вот это импорт. Выбираем башню. Жмем модификатор. Опять же Децимейт. Так. Башня меньше весит. Значит здесь поставим 0. Давайте тысячу. Ну вроде пойдет. Все пойдет. Применяем АПЛИ. И теперь делаем экспорт. Формат. Обш. Д2. Ну а опять возвращаемся в Зебраш. Итак. Танк раскрашен. Теперь нужно сделать развертки. Итак. Подгружаем теперь сюда. Вот к этому танку. Именно вот эти развертки после Блендер. Так. Импортируем. Д1.0. Да. Ок. Здесь получается вот такая вот сетка. Вот такая вот сетка после Децимейт мастера. И нужно наложить на него теперь текстуру. Включаем видимость второго танка. И жмем Project, Projectal. Жмем Да. Смотрим что получится. Так. Нижнюю модель отключаем. Поле F отключаем. И вот вы видите, что вот такие казусы появились. Почему? Потому что здесь нет нормальных полигонов. Сетка вот. Вы видите, что тут треугольник. Здесь вот тоже треугольники. Здесь меньше, там больше. И поэтому не проецируется вот эта вот звезда. Все это дело, конечно, можно подправить. Выбираем. Так. Кисточку С. Жмем. И все это дело можно подкрасить. Вот таким вот образом. Уменьшив кисточку, так нажимаем С. Подправляем вот эти все незакрашенные вещи. Вот эти, вот эти. Ну, словом, исправляем. С. И можно, после того, как все это дело подкрасить, можно сделать развертку. Так. С. Ну, где-то в таком духе. Давайте я вам развертку покажу на примере башни. Она вроде попроще. И сетка поменьше. А здесь вот треки все равно займет большое время. Я уже покажу готовое. Так. Пока это отключаем. Делаем дубликат вот этой башни. Делаем дубликат. И на первый саптул подгружаем башню. Импорт. Д2. Децимейт 2. Смотрим сейчас ее сетку. Так. Первую башню отключаем. Поле F. 4000 полигонов. Вы видите, что башня попроще будет. И полегче. А там все-таки. Здесь вот у танка треки. И развертка будет долго делаться. Так. Рассматриваем сначала башню. Так. Давайте рассмотрим развертку. На примере вот этой башни. Здесь вот сетка 40 тысяч полигонов. Ее еще можно понизить. Здесь вы видите, что как таковых деталей-то сильно нету. И ломаться в принципе нечему. Только что будет все мягче. Вот здесь вот закруглено и так далее. Делаем дубликат. И на верхний сапту подгружаем после децинейт. После блендера. Именно вот эту вот модель. Д2. Смотрим, что у нее происходит. Вот такая у нее сетка. Это 4000 полигонов. Вообще маленькая. Сделается быстрая развертка. Ну выделяем нижний полигон. Саптул выделяем вот этот раскрашенный цвет. И нужно теперь projectile и спроецировать зеленый цвет на вот эту башню. Так, нижний цвет теперь можно отключить. Заходим в the plugin и находим вот так UV master work on clone. Нажимаем. Вот башня стала бесцветная. Рисовать развертку какую вы хотите. По ней не получится. Потому что у нее сетка. Так вот если вот выбрать красный цвет. Полосу проводите. И вот по этой полосе будет именно разделение. Ролики по этой теме есть. Ссылки оставлю в описании. Ну и нужно теперь это все дело развернуть. Нажимаем on wrap. Видите как насколько быстро прогон делается. Заходим в плагины. Потому что сетка маленькая. Неплотная. Легкая. Так, жмем copy UVs. И нажимаем на раскрашенную вот эту башню. Модель. Ну а теперь вставляем past.uvs. Заходим как всегда. Смотрим UV map. Можно это все дело посмотреть. Развернуть какая развертка. Ну не так чтоб хорошая. Ну в принципе пойдет. Потому что сетка. Вот все это дело из-за сетки. Децимейт. Так, все это дело сворачиваем. Закрываем UV map. Включаем текстуры map. Жмем new from polypaint. И вот это дело. Так, текстуры on. Надо отключить. Вот это все теперь можно сохранить. И можно уже забрасывать именно в блендер. Вот с этой разверткой. Сейчас я сделаю развертку и покажу вам что да как получилось. Итак, вот первый вариант, который вышел после развертки. Вы видите, какой у него внешний вид. Так, вот эти вот цвета какие-то наложились, да. Здесь сбоку вообще нету знака. Смотрим сейчас, почему это дело произошло. Это вот первая модель. Я ее делал именно после динамеш. Вы видите, какая сетка. Так, отключаю цвет. Вот такая получилась штука. Заходим теперь в текстуры map. И видим, что включена текстура on. Нажимаем текстуры on. И смотрим. Вы видите, что все нормально. Вот получился вот такой вот панк. 71 тысяча полигонов. Так, второй вариант рассмотрим. Так, вот после decimate. Вот такая сетка. Вид все-таки хороший после decimate. Ничего не поломалось. Хоть и сетка не к чертям. Так, смотрим, что да как. Ну вот минус, что нету звезд. Почему звезд нету? А звездам не на что проецироваться. Вы видите, что здесь нет полигонов. И они просто не получаются. Так. Ну вот такие два варианта. Так, смотрим. После динамеш. И после decimate. Ну в принципе, и тот. Ну вот после динамеш. Смотрите. Чем мне динамеш не нравится. Он сильно не понижает полигоны. А если понижает, ну допустим, до 30 тысяч, до 40, то вот в принципе все разваливается. В отличие от decimate, сетка, конечно, у него похуже. Но вы видите, треки прикольно выглядят, четко. Сам танк тоже. Вот здесь вот. Вот эти вот шестерни тоже прикольные, четкие. Вот такая штука. Разница в сетке. И разница вот во внешнем виде. Ну а так, если делать анимацию или это, сдалека, в принципе, и не увидится. Ну вот такая штукенция. Так. В следующем ролике закинем вот эти вот все танки. И потом закинем персонажа Армия Мэн. И попробуем какую-нибудь уже сделать простенькую анимацию. Посмотрим, как кости вставлять. Ну, словом, вот такая штука. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok